Решающий матч Надежду проводила на своей площадке. И начало получилось просто шоковым. Соперники отвечали атакой на атаку, но динамовки исправно забивали, а их кольцо будто заколдовали. По нему бросали и не по разу буквально все наши игроки, но точно попала лишь Макбрайт ровно в середине стартовой четверти. При нереальном счете 14-2 в пользу гостей. Приложив сверхусилия, оренбурженки к первой паузе сумели сократить отрыв до более-менее приемлемых минус шести. Второй период стал самым результативным в матче 23-23. Курск не позволял нам перехватить инициативу. В большом перерыве Роберто Энигис сумел найти нужные слова и вдохновить свою команду. Надежда вернулась в игру ДК. Начало погони положила Анойкина, затем два подряд дальних броска исполнила Круз. Поймала свою игру Боннер. Трудно переоценить как никогда активную поддержку болельщиков. Трибуны оглушительно скандировали «Надежда» и наши просто сметали соперниц. За две с половиной минуты до третьего перерыва хозяйки впервые в матче вышли вперед, за оставшееся время доведя разницу в счете до плюс пяти. И всю заключительную четверть лидировала уже наша команда. В концовке ведем плюс семь, но лучшие снайперы регулярки Агвумики набирают пять очков подряд. В ответ кольцо гостей поразили Круз с Кирилловой, а Агвумики вновь забила. Последние секунды прошли подрев зала, возвещающий победы «Надежды» 75-72. При том, что с травмами на уколах играли Кириллова, Круз и Боннер, именно они стали самыми результативными в нашем составе. Вот это характер. У «Динамо», как обычно, лучшей была Агвумики – 22 очка. Но она теперь сыграет лишь за бронзу. А наш клуб выходит в финал, который является повторением недавнего финала Евролиги – «Надежда» у ГМК. Российское золото разыграют две лучшие команды Европы. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова